Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, что нам добавили на этой неделе, вернее, какие новые хэллоуинские масти, какие задания нас ждут в Цитадели, с чем придется попрощаться в следующем обновлении, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и РУС-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Даже не верится, что вот так вот быстро прошел месяц и хэллоуин уже подходит к концу, но не отчаивайтесь, его нотка навсегда останется на Юрвике, так как в этом обновлении нам добавили 4 новые масти, которые привязаны к хэллоуину. Нам добавили вот такого вот странно пятниста рванового араба, очень необычной масти, американскую верховую, которая напоминает мне какую-то карамельную конфетку из 4 составных частей. Ну и конечно же, мне кажется, самый большой восторг, самый пик вызвали два французских селя. Он кажется, как будто бы Вороной, но решил надеть на себя простыню с вырезами для мордашки, глаз, но и также длины не хватило для ножек, чтобы изображать призрака. И это очень симпатичный призрак, действительно довольно яркая, необычная масть. Также хочу отметить, что у него очень ярко выражены полосатые копытца, необычно, неожиданно и очень ярко. Очень достойный представитель своей породы, уже поселился во многих конюшнях. Собственно, как и его брат, вторая масть французского селя, которая является, насколько я вижу, самая популярная из всех, которые сейчас покупают на Юрвике. Ее полюбили, мне кажется, практически все из УСУ комьюнити. Она очень яркая, необычная, пеострая. Она пегая в яблоко и полосатая при этом. Но именно из-за этого я не буду ее покупать. В принципе, мне ни одна лошадь из этого обновления не понравилась настолько, чтобы захотеть ее к себе в конюшню. Я бы купила вот этого французского селя, но вот эти полоски меня очень сильно нервируют. Я не люблю вот эту особенность масти. И кроме того, здесь еще имеется скрытый эффект. Это светлые разблюренные полосы, которые делают акцент на эти темные царапины, которые мне не нравятся. Поэтому, к сожалению, я готова признать, что это очень крутая масть, но покупать ее, к сожалению, не буду. И не расстраивайтесь, если вы не можете купить этих лошадок сейчас, накопить на них не успеваете, не переживайте, ребята. Да, а эти масти были добавлены с акцентом на Хэллоуин. Но при этом, как только ивент покинет Юрвик, данные лошадки отправятся к своим собратьям на точки, где продаются эти породы. Так что вы сможете купить к себе в конюшню данных лошадок с хэллоуинским ужасом, с хэллоуинской тематикой в абсолютно любое время года. Из новых заданий нам добавили в цитадель надсмотрщика, которая ежедневно будет просить вас найти сбежавших на прогулку из цитадели призраков, которые будут располагаться по всему Юрвику. Напоминаю, что ежедневно вы сможете найти только одного призрака. Последняя неделя, чтобы насладиться всеми доступными возможностями цитадели наездника. Если вы еще не получили все предметы с котла или не обменяли все свои жетоны на вещи, которые есть в тыковке, не купили сет из магазина, не скупили целую гору масок, то это последний шанс поучаствовать в последнюю неделю в хэллоуине 24 года. Ну а если же вы уже все скупили и все получили, все что хотели, в том числе двух полуживых шитых питомцев у игура в поездке, то последний шанс успеть все это сделать. Или же вы можете накопить побольше жетонов, чтобы в следующем году вместе с осколками не так сильно морочиться и не бегать их собирать. На этом видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вы провели этот хэллоуин в 2024 году. Купили ли вы все, что хотели? Может быть приобрели новых лошадок магических или обычных к себе на конюшню? Сделали ли дизайн своей конюшни под хэллоуинскую жуткую тематику со шкафом под колбочки? Ну или просто как вы весело провели время? Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Я теперь до конца хэллоуина буду кататься только на этом коне и в этом облике. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»